У Гомерской области колькасть злочинства у зуделам неполнолетних летость зменшилася амальна 20%. При этом до отказности притягнуты каля тысячи дорослых, які утягывали неполнолетних у антигромадские поводины. У першую чергу размова идея об реализации и суместном уживании с подлетками алкогольной продукции, які меры спрыгают с наибольшей эффективной профилактици злочинности сирот неполнолетних, подчекавился Олег Синцерову. Профилактика правопорушений у сирот школьников – задача номер один не только для их наставников. Кольфганство, наркомания, крадяжи назвать гэтай заявы распавсюдженными нельга, але и выключение мены по кольце так само не заявляються. Разом с им вопыт свечать, при проведении метанакерованной работы, звести гэтай заявы до минимума реально. Сегодня на улику у инспекции по справах неполнолетних Новобельцкого района Гомеля 65 школьников. Основная колькасть во взросле от 14-х годов сирот наибольшь распавсюдженных, порушение громадской аппаратку и дробная крадяжи на стат шоколаду в гандлёвых крамах. Наставники кажут, что вызначить подлетка, який мая схильность для суперсправных по воде, но можно, головное, не стратить час. Сразу определить сложно, но вот разговаривая с ребёнком, разговаривая с педагогами, с психологами, социальными педагогами, конечно, можно определить. Активная профилактичная работа с оправдой приносит плён у якости прикладу у дел неполнолетних у наркобизнеса. Об реальной ситуации у этой сферы, лепш за инших ведают оперативные суппроцовники районных отделений по наркоконтролю. Неогдяйте, что на то, что колькасть пропагану об распрощадывании наркотиков у интернете застаётся достаточно значимой, у подлетков у этой бизнес особливой популярностью уже не користается. Молодёжь, в принципе, уже с опаской относится к таким предложениям, и в последнее время уже крайне редко соглашается на предложение распространять наркотики, потому что из-за средств массовой информации, слава богу, данные факты получили огласку, и люди знают о больших сроках, которые они получат, если будут распространять наркотики и участвовать в наркобизнесе. Статистика свечи, первоважная колькость подлетковых правопорушений воздействляется при уделье дорослых. Только в минулом году у Гомельской области были притягнуты до отказности 300 гандлёвых работников, которые продавали неполнолетним алкогольную продукцию, и аж чекали тысячи дорослых были затремлены подчас уживания таких напоев со школьниками. А про это у сопротивленников милиции есть пытания и до некоторых батьков, которые неполнолетние затремливаются на городских улицах в ночный час, значит, у семьи не всё доброе. Когда те же самые школьники, дети находятся без сопровождения родителей в вечернее ночное время на территории нашего района. Однако данные правонарушения мы пресекаем, составляются, соответственно, административные материалы, рассматриваются административной комиссией и принимаются, соответственно, к родителям и к этим школьникам меры. Олег Синчаров, Йоген Макеенко, Телерадо Компания Комик.